Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и вешенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресный день, и в сегодняшний день за богослужением Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла Коринфянам, глава 1, стихи с 10 по 18. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих ее родство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания святого апостола Павла Коринфянам. Сегодня воскресный день, и сегодняшнее чтение очень актуально для нас. Для нас сегодняшних, оно бьет прямо точно в цель современности. Ибо сегодня мы видим очень много разделений в обществе. Люди делятся на партии, общество дробится, и все меньше и меньше становится тех точек соприкосновения, которые бы объединяли нас друг с другом. Но в то же время мы должны помнить, что объединяет только Бог, объединяет только Христос. Поэтому под знаменем Его любви, под знаменем веры в Него, мы должны искать единства и мира в нашем обществе. И, конечно же, главными и первыми в этом объединении, в этой проповеди мира, любви, в этом Евангелии спасения, должны быть мы с вами, верующие православные христиане, исповедующие Христа распятого. И вот о чем говорит апостол Павел в конце сегодняшнего отрывка. Он говорит о том, что не в премудрости слова я стремлюсь проповедовать. Почему он стремится не в премудрости слова? Дабы не упразднить креста Господня. Дабы люди не подумали, что именно в витиеватых речах кроется смысл нашей веры, а не в простом и прямом следовании кресту Господню. Несение креста. Ведь порой за многословием скрывается наше нежелание что-либо делать. Скрывается наша жажда философствования, но отсутствие жажды поступков. Это тоже проблема современности нашей. Мы все философы, но не религиозные люди. Мы не живем так, как говорим. Поэтому очень важно сегодня нам жить так, как говорим. И как говорил Игнатий Богоносец, я часто привожу в пример эту фразу «Лучше молчать и быть, чем говорить и не быть». Итак, слово о кресте для погибающих и уродства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Действительно, мы спасаемся крестом. Мы спасаемся спасительными и живоносными страданиями Господа Иисуса Христа на кресте и Его светлым воскресением. Имеем доступ к этим благодатным дарам, спасителем через Его Вознесение. Ибо через Его Вознесение нам стал открыт Утешитель, Дух Истины, Дух Благой, Святой. Итак, о чем же сегодняшний текст? В чем была проблема? Это первая глава, и здесь апостол Павел намечает, скажем так, те темы, на которые будет отвечать. Сразу отвечает на те проблемы, о которых написала ему община из города Коринф. Это была проблема разделений. Проблема в том, что Коринфяне несли с собой этот багаж языческой культуры, где очень важен был отдельно конкретный взятый философ, за которым должна была последовать часть общества, которая разделяла его философию. И вот такой эллинский подход, греческий подход, подход философский с точки зрения именно практики к проповедникам Евангелия, он породил проблему разделения, что люди в церкви выбирали себе какого-то одного проповедника и следовали его словам, и как бы искусственно их сталкивали с друг другом, как будто бы апостол Павел, апостол Петр, Аполлос и другие из апостолов и проповедников, как будто они соревнуются друг с другом. И были приверженцы Павла, были приверженцы Аполлоса, Кифы, искали свои доводы, аргументы и спорили об этом. Апостол же Павел говорит, что это ошибка и нельзя так воспринимать благовестников. Они не философы, которые каждый предлагает им свою интерпретацию реальности, свое видение Бога. Они посланники Бога и говорят об одном. Апостол Павел узнал, что между вами есть споры. Разумея то, что у вас говорят «я Павлов», то есть приверженцы проповеди апостола Павла «я Аполлосов», «я Кифин». И вот тут в синодальном переводе стоит «а я Христов». То есть кто-то говорит, что «я Христу последую», кто-то «Кифе». Но здесь на самом деле слишком вольные вот эти кавычки. Их можно убрать. Как бы апостол Павел говорит, что вы не правы, разделяя благовестников, проповедников на, скажем так, партии. Ибо все они, и Павел, и Аполлос, и Кифа, а не все Христовы. О чем Павел говорит «я Христов». Вы не туда смотрите, говорит апостол Павел, общине. Вы не понимаете сути. Разве разделился Христос? Разве Христос разный у Кифы, и Кифа проповедует какого-то другого Христа, или верит в какого-то другого Христа, или Аполлос верит в какого-то другого Христа, или Павел? Разве разделился Христос? Логично спрашивает апостол Павел у общины города Коринф. Нет, не разделился. Разве Павел распялся за вас? Почему вы следуете за мной, а не за Христом? Почему я являюсь знамем вашей партии, если угодно, а не Христос? Если ибо не я распялся, Христос за вас распялся. И апостол Павел говорит, слава Богу, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое, ибо было много противников у апостола Павла, которые могли использовать этот факт того, что апостол Павел кого-то крестил, чтобы вносить еще больше раздор в церковь, чтобы уводить людей от проповеди апостола Павла. Они могли сказать, что апостол Павел крестит во свое имя, и апостол Павел говорит о том, что слава Богу, что я не крестил практически никого в Коринфе, дабы не было у вас такого соблазна, и не было соблазна так оклеветать меня у моих противников. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще и кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Вот функция апостолов. Нести Слово Божие. А, соответственно, крестили уже присвитили та зарождающаяся иерархия церкви, которую положили, которой начало положили апостолы, и апостол Павел в том числе. В каждое общение они поставлялись присвитеров, епископов, которые и выполняли эту функцию священства, которую священство выполняет до сих пор. Преподавание благодатных даров через таинства и обряды Святой Церкви. Чем мы и занимаемся, дорогие братья и сестры, молясь друг за друга и неся, и совершая дело своего спасения в страхе Божием. Дай Бог всем нам, дорогие братья и сестры, иметь такую ревность обозе, которая была у апостола Павла, и, внимая его словам, смиряться и двигаться дальше по пути нашей жизни, веруя во Христа Господа нашего Иисуса и Святую Троицу, поклоняясь ей в Духе и Истине и прославляя наше вероучение, наше понимание Бога, которое передано нам самими апостолами. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое при высшем небесе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова